Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У многих участников слета сияли глаза, одноклубники догадывались о том, что у некоторых из нас уже наметились планы на следующий робинзоновский сезон. И так наступил 2015 год. Горячим парням РРС-клуба уже несколько лет не давали покоя две йоды Баренцева моря. Это ЕУ-160 и ЕУ-188. Глазами и мыслями исследовано несколько карт с их изображением. Здесь одна из них, на которой обозначен остров Кимонец, ЕУ-188. После новогодних каникул теоретически сформирована очередная экспедиционная команда. Оставалось выяснить у потенциальных ее членов возможность участия в планируемой экспедиции. На этот раз в состав команды вышли Василий, Радио Анна-1, Зоя-Зоя, Алексей, Радио Анна-1, Щука-Y, Сергей, Радио-1, Ольга-Ольга, Александр, Радио Анна-3, Анна-Жук и Василий, Радио-7, Антон-Антон. В течение января 2015 года получен коллективный пропуск в пограничную зону, а также свидетельство об образовании позывного сигнала временного использования. В 2013-14 годах экспедиционные команды Радио-20РРСИИ-1 и Радио-Иван-1, Ольга, фрахтовали яхту «Возвращение». В 2015 году наша экспедиционная команда также планировала использовать яхту «Возвращение» для похода в Чожскую губу Баренцево-Море. Минутное видео неудачного похода на яхте «Возвращение» на остров Моржавец в 2013 году. С капитаном яхты были обозначены даты начала и окончания похода в августе 2015 года на расстояние 1700 километров. Оговорена сумма фрахтов. Время неумолимо летело вперед. Составлялись и корректировались списки оборудования, которые необходимо было взять с собой на яхту. Составлена смета расходов на экспедицию, по которой стало очевидным, самостоятельная команда не может осилить всю сумму расходов. Василий «Радио Анна-1 Зоя Зоя» верстал экспедиционный сайт «Радио Иван Единица Павел Центр. Орг», на котором можно было узнать новости и другую полезную информацию о предстоящей экспедиции. Главным спонсором по традиции выступила компания «Синтек». Также команду поддержала компания «Итон». Одновременно Василий «Радио Зоя Зоя» искал альтернативный путь достижения цели острова с референциями ЕУ-160, ЕУ-188. Через социальные сети Василий нашел жителя поселка Индиго, который имел личный катер «Альфа-540» грузоподъемностью 800 кг. В конце мая команде необходимо было сделать выбор, каким путем идти в район Чорской Губы – на яхте «Возвращение» или лететь в поселок Индиго, затем на катере «Альфа-540». Единогласно было принято решение в пользу второго варианта – перелет на Ан-2 в поселок Индиго, Ненецкого автономного округа, затем на катере Индикского Евгения до островов ЕУ-160 и ЕУ-188. Преимущество выбранного варианта в том, что увеличивалось время пребывания на островах и уменьшались риски по достижению Чорской Губы – Баренцево море. В результате консультации с Индикским Евгением изменились даты проведения экспедиции – вылет в Индигу 16 июля, а обратно – 30 июля. Расходы по смете увеличивались. Большую часть оборудования массой более 400 кг необходимо было отправить в Индигу заблаговременно на судне из Архангельска. Неоценимый вклад в это сделали радиолюбители города Архангельска Иван Мазар, Ульяна Анна-1, Ольга Николай Дмитрий и Павел Герасимов, радио Тамара Единица Ольга. В критический момент оказал помощь Александр Кузнецов, радио Василий-3, радио Николай, благодаря ресурсу которого экспедиционный груз был отправлен в нужное время на теплоходе Иван Бобров. Организационных вопросов в конце мая-начале июня пришлось решать очень много. Одно обстоятельство кардинально изменило состав экспедиционной команды. Алексей, радио Анна-1, Щука-Y и Сергей, радио 1 Ольга-Ольга по семейным обстоятельствам не смогли поехать в экспедицию. Взамен двоих выбывших товарищей состав команды дополнил Алексей, радио Василий-3, Щука, Николай, Зинаида. Команда радио Иван-1, Павел Тамара на сайте экспедиции выглядела следующим образом. Все члены экспедиции приобрели билеты из своих кютечей до Архангельска. По нашей просьбе в первых числах июля Павел, радио Тамара-1, Ольга, приобрел три билета на самолет Ан-2 до поселка Индиго, который летает один раз в неделю с восемью посадочными местами. На календаре 15 июля день выдвижения членов команды из своих кютечей. Василий, радио Анна-1, Зоя, Зоя, Дро-3 и Александр, радио Анна-3, Анна-Жук из Москвы в Архангельск ехли поездом. Александру, радио Анна-3, Анна-Жук до Ярославского вокзала помогал перевозить оборудование Сергей, радио Ульяна-3, Борис, Тамара. Василий, Р-7, Анна-Анна и Алексей, Р-3, Щука, Николай, Зоя добирались до Архангельска на самолетах. По предварительной договоренности Иван, Ульяна-Анна-1, Ольга, Николай, Дима встречает Р-7, Антон-Антон в аэропорту Талаги в 03.20 МСК 16 июля. Затем они едут на вокзал встречать Василия, Ра-1, Зоя, Зоя, Дро-3 и Александра, радио Анна-3, Анна-Жук. Удобный и вместительный автомобиль Ивана Тимофеевича, Ульяна-Анна-1, Ольга, Николай, Дима. Конечная цель нашего маршрута – аэропорт Васьково, где в 9.00 МСК назначен общий сбор команды радио Ивана-1, Павел, Тамара. Экспедиционное оборудование в аэропорту Васьково. Осталось дождаться Алексея, Р-3, Щука, Николая, Зоя с остальной частью экспедиционного года. История с четвертым билетом для Алексея, Р-3, Щука, Николая, Зоя заслуживает отдельного повествования, которое стоит на уровне с фильмами ужасов. Если сказать коротко, то Алексей чуть было не остался в аэропорту Васьково, вместе с палаткой для шека. Александр, Р-3, Анна, Жук в автобусе, который повезет пассажиров к самолету, а Алексея, Р-3, Щука, Николая, Зоя пока не видно. Мы использовали все имеющиеся способы уговоров для того, чтобы Алексей летел вместе с нами. Только благодаря своему человеку в аэропорту удалось это сделать. Наш Ан-2 в небе с 12 взрослыми пассажирами и тремя детьми, а также нашим экспедиционным грузом с перевесом в 55 кг. Полет проходил весьма интересно. В салоне стоял сильнейший грохот от работающего двигателя. Нам предстояла промежуточная посадка в аэропорту Мезень для дозаправки Ан-2. Потому что в Индиге, кроме здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы, просто ничего нет. Это наш самолет, ребята. Мы осуществили промежуточную посадку в аэропорту Мезень. Полет Ан-2 проходил в штатном режиме. Еще два часа полета и Ан-2 благополучно приземляется в Индиге, где нас встречает Евгений Малыгин, который приехал на квадроцикле. По совету своего человека сразу направляемся в аэропорт Индиго для приобретения авиабилетов до Архангельска на 30 июля. Квадроцикл Индигского Евгения загружен полностью, поэтому вся команда пешком выдвинулась в поселок Индигу по дороге, изучая растительность в виде кустарника высотой до 1 метра. В поселке Индига проживает около 800 человек, в том числе 150 школьников. На последней фотографии виден кран и трехэтажный каркас строящейся школы, который обещают сдать в эксплуатацию осенью 2015 года. Тем временем наша команда подошла к дому Евгения Малыгина. Он гостеприимно встречал нас и угощал бульоном и отварной олениной, малосольной семгой. Все было вкусно. Основательно пообщавшись за столом выяснили, что экспедиционный груз до сих пор находится в трюме теплохода Иван Бобров. Затем Евгений определил нашу команду на постой в пустующий родительский дом для оперативной передачи новостей для экспедиционного сайта Александра Маратрианна Жук. Были проведены определенные действия, в результате которых было выяснено, что интернет очень медленный. Алексей Ирватарий, Щука Николай Зоя пытается законнектиться с сетью интернет. На морском вызовном канале связываемся с теплоходом Иван Бобров и уточняем возможность получения экспедиционного груза. После получения положительного ответа договариваемся с плавсредством и идем в устье реки Индиго за получением груза. В сумме наш путь составил 30 километров и на все это затрачено было 3 часа времени. Два Василия и Алексей успешно справились с заданием, все три поддона перегружены на плавсредство. Мы постоянно были на связи с Евгением, которого попросили справляться о состоянии Баренцева моря на гидрометеостанции Индиго. Через полдня Евгений кардинально решает вопрос о метеосводках. 17 июля во второй половине дня загружаем все экспедиционное оборудование в катер Альфа-540 и готовимся выйти в устье реки Индиго на мыс Коргонос. Катер Альфа-540 пришвартован к плавучему причалу, который находится в притоке реки Индиго. Местные приток этот называют ручьем. Вдалее виднеется подвесной мост, по которому ездят на квадроциклах и автомобилях. Поход в устье реки Индиго был непростым ввиду значительного перегруза катера Альфа-540. Видеосъемка проводилась и в дальнейшем. К сожалению, это последний файл, который читался с карты памяти видеокамеры. Наверное, сильная влажность сделала свое черное дело. На мысе Коргонос находится изба и колодец с пресной водой. С одной стороны от избы в 50 метрах залив реки Индиго, в противоположной стороне в 200 метрах Баренцево море. Наша команда заступила на вахту. По визуальному наблюдению состояния Баренцево море был назначен трафик с Евгением Малыгиным, во время которого докладывалась обстановка на море на УКВ или по сотовому телефону. Чтобы не было скучно, мы развернули одно рабочее место с трансивером ICOM 756 PRO3, 500-ваттным усилителем мощности, 5-диапазонной антенной Groundplane. В эфире радиолюбители задавали один и тот же вопрос, когда команда будет работать с йотой. К сожалению, ответ на него зависел от хорошей погоды, которая могла позволить команде высадиться на остров. В ясную погоду при использовании обоев зумов фотоаппарата можно было увидеть желанную йоту ЕУ-188, остров Тимонец. 19 июля рано утром Алексей Рвотрихщука Николай Зои и Василий Радио 7 Антон Антон предприняли попытку высадиться на остров Тимонец. Боясь хозяина дорогостоящего катера разбить его о скалы и отсутствие резиновой лодки не позволили команде осуществить намеченные планы. Мы вернулись к избе на погодную вахту и продолжали работать в эфире. С мысок Оргонос работали личными позывными с соответствующей дробью. В итоге из локатора ЛП-47ЮТКЮ проведено более 3000 радиосвязей. Наша жизнь в избе на мысе продолжалась. Василий Радио Анна 1 Зоя Зоя недалеко от избе обнаружил заячий выводок и решил познакомиться поближе. Погода в тех широтах меняется очень быстро. От недавнего относительного спокойствия не осталось и следа. Все дни нашего нахождения на мысе Коргонос были пасмурными. Шторм то немного стихал, то снова набирал силу. Температура воздуха была около 6 градусов, температура воды на 2 градуса ниже. А у Василия Радио 1 Зоя Зоя особые симпатии к Баренцеву морю. По телефону через Андрея Радио Зоя 3 Елена Мария и товарищи начали зондировать почву по поводу референции островов возле мыса Чаячи. От Роджера G3 Kilo My Alpha последовал ответ, что острова возле мыса Чаячи также относятся к ЕУ-188. Еще раз взвесився за и против, решаем идти на остров возле мыса Чаячи. Евгений рассказал о том, что остров отдельный камень в три раза больше острова Тимонец. На острове есть небольшой галечный пляж, на который можно высадить со скатера. А также в случае сильного шторма на высоком плато острова экспедиционная команда будет в безопасности. И вот 22 июля в 22.30 МСК два Василия, Радио Анна 1, Зоя Зоя и Радио 7 Анна Анна подходят к острову отдельный камень. Они старались быстро выгружать оборудование из скатера, в том числе резиновую лодку без везель. Евгений и Р-7 Анна Анна поднялись на плато острова Паузской тропе. Осмотрев остров, порадовались его размером около 200 на 150 метров. Затем Евгений на катере уходит к избе за Алексеем и Александром, а также остальным оборудованием. Тем временем два Василия задумались над тем, как поднимать оборудование по узкой тропе. Когда он поднимался по тропе, осыпалась земля, он каким-то чудом смог удержать равновесие. Василий Р-1 Зоя Зоя предложил перевозить оборудование на резиновой лодке к более пологому склону острова. При помощи камней Василию Р-1 Зоя Зоя удается веревку разместить в нужном направлении. Р-7 Антон Антон привязывает две веревки к лодке, загружает часть груза и паромная переправа заработала. К приходу катера большая часть оборудования была перевезена на каменистый склон острова. Через пару часов Евгений доставляет на остров Александра и Алексея с остальным оборудованием. Команда увеличилась в два раза и работать стало веселее. Перед уходом Евгения в Индигу мы обозначили дату 28 июля, когда команду необходимо забрать с острова и контрольном звонке в 12 МСК со спутникового телефона, любезно предоставленного Алексеем радио Василия 3 «Щука Николая Зоя». Все оборудование переправлено. Остался Алексей, который доверился бывалым паромщикам, и лаки-лендинг состоялся. Работа не прекращалась ни на минуту. Алексей с помощниками ставил главную палатку для оперирования, Василий Р-7 Ананна собирал первую пятидиапазону траповую антенну «Граундплейн», затем шел процесс переноса оборудования и развертывания рабочих мест. Сборка и установка второй антенны, установка двух палаток для отдыха и так далее. В итоге лагерь экспедиционной команды состоял из трех палаток. Антенны были разнесены на максимально возможное расстояние – около 150 метров. Два генератора располагались в 35 метрах от главной палаты. Несмотря на тяжесть оборудования, усталость и бессонную ночь, в 0.16 МСК в эфир полетел общий вызов. Всем на 20 метрах здесь «Россия Иван-1», «Павел Тамара», «Остров Отдельный Камень», «Елена Ульяна-188», «Всем прием». Первую связь на 20-ке ССБ провели с ОА-3 «Киловатт» «Василий», в это время второе рабочее место на 40 метрах работал «Телеграфом», первая связь здесь досталась «Ульяна-Анна-9», «Леонид-Анна-Ольга». «Пайлап» возник практически сразу. Видимо, радиолюбители с нетерпением ждали нашего появления в эфире. Наконец, для двух операторов появилось время для отдыха. Александр взял фотоаппарат и сделал снимок северо-западной оконечности мыса Чаечева, наведя объектив на вынос жилы полудрагоценных камней. Далее вид маленького галечного пляжа, на который высадилась экспедиционная команда. На слонах острова, особенно в расщелинах, куда арктический ветер попадал заметно ослабевшим, можно было наблюдать подобие стелящегося кустарника и даже цветы. Знаменитая тропа, со слов Евгении, единственный путь на плато острова. Останки снега в третьей декаде июля, заметьте. Чаеки со своими птенцами – истинные хозяева острова. Радио Иван Единица, Павел Тамара, в эфире с острова «Отдельный камень», оператор Алексей. Радио Василий Трищук, Николай Зоя, работает на ICOM 756 PRO 3, киловаттный усилитель мощности и пятидиапазонную траповую антенну Ground Plane. Радио Иван Единица, Павел Тамара, в эфире с острова «Отдельный камень», оператор Василий, R7 Антон Антон, работает на ICOM 7200, 700-ваттный усилитель мощности и пятидиапазонную траповую антенну Ground Plane. Радио Иван Единица, Павел Тамара, в эфире с острова «Отдельный камень», оператор Александр, R3 Анна Жук, работает на WARS-диапазоне. Главная палатка. Готовится смена оператора. По истечении суток влог «Радио Иван Единица» Павел Тамара записано 4036 QSO. Неплохой результат на две антенны Ground Plane. На третьи сутки пребывания на острове закончился баллонный газ, который мы использовали для кипячения воды. После этого полностью перешли на использование дров. На костре в течение полчаса закипает вода в чайнике. Затем можно заваривать чай и кофе, когда в палатке 6 градусов тепла, чайпитие превращается в особо приятное мероприятие. Банок тушенки, гречки, риса, макаронных изделий, купленных нами и подаренных Сергеем радио 1 Ольга Ольга, по нашим расчетам хватило бы на месяц. На костре сварена гречка, осталось добавить содержимое из двух банок тушенки, перемешать ложкой и звать всех на обед. На фото доказательство того, что команда не только работала в эфире, но и калорийно питалась. На стеклянной таре написано «Водка валенки из России с любовью». При многократных перемещениях оборудования и всего остального калории сжигались очень быстро. На острове мы находились под надежной охраной молодого энергичного моржа, специально командированного из ближайшей к острову колонии моржей. За эфиром и свободным временем от эфира пролетели четверг, пятница, половина дня субботы. Погода значительно ухудшилась. Мы с Алексеем выходим из операторской палатки для того, чтобы повысить устойчивость главной палатки тремя дополнительными растяжками. Картина по состоянию двух спальных палаток могла только огорчить. Одну палатку унесло, у второй была сломана дуга. Наступает время йота-контеста. Команда заранее решила работать в соревнованиях на одном рабочем месте. Второе место работало на ВАРС-диапазон. Ночью с субботы на воскресенье с ветром и дождем пришел настоящий шторм, который бушевал почти двое суток. Создавалось впечатление того, что вода в море кипит. С порывами ветра дождь просекал полотно палатки и в результате образовалось облако с мельчайшими частичками воды, которая оседала на все оборудование. Мы перчатками смахивали водяное покрытие с клавиатур, ноутбуков, трансиверов и усилителей несколько часов подряд. Мысли и действия были направлены на работу в эфире и поддержание оборудования в рабочем состоянии. Тот отрезок времени про фотоаппараты даже не вспоминали. Члены команды знали о том, что к выходным прогноз погоды обещал штормовое предупреждение, и каждый из нас подумал, что было бы с нами на острове Тимонис. Вид с северной оконечности острова шторм продолжается. Ходить по острову не составляло особого труда, но при каждом шаге ступня ноги проминала покров острова на 3-4 сантиметра, соответственно массе тела идущего. Растительности как таковой практически не наблюдалось. Непонятная трава высотой 5 мм и многочисленные корни, которые были обнаружены при рытье ямки для костра. После завершения йота-контеста, во время которого проведено 1700 связей, появилось время для командного фото. Никто из нас не знал о том, что через день будет замечательная ясная погода, при которой фото могли получиться замечательными. Фото баннера компании ИТОН, одного из спонсоров нашей экспедиции. Василий, радио Анна 1, Зоя Зоя демонстрирует пену, которая образовалась во время шторма, потом шепнул на ухо о том, что ею можно пользоваться в бане. 28 июля первый по-настоящему ясный день за время нашей экспедиции и последний шестой день пребывания на острове Отдельный Камень. Через два часа в эфире будет объявлено о завершении экспедиции, затем мы начинаем сворачивать оборудование и перевозить его на галечный пляж острова. Флаги Российской Федерации, клуба РРСИ, компании ИТОН. Координата острова, отдельный камень, который необходим для отправки в йота-комитет. Наш островной охранник, которого мы прозвали Маржулик. Александр Радиоанна Трианна Жук совсем недавно вышел из Баренцева моря. Видимо, знакомство с Маржуликом состоялось. Погода была замечательная. Василий, Радио 7, Антон Антон, Южанин, тоже решил окунуться несколько раз в Баренцево море. После чего его приняли в Маржуликовых команд. Около 15 МСК пришел Евгений Малыгин забирать нашу команду. Наши сборы и перевозка оборудования превысили плановый расчет времени. Около двух часов пришлось стоять в забродах на максимально возможной глубине у кормы и держать катер, чтобы его не разбило камни. Волнение на море усиливалось. Евгений перевез оборудование и всю команду на материк напротив острова на песчаный пляж. Здесь мы выгрузили основную часть оборудования. На берег сошли Алексей и Василий, РСМ, Антон, Антон. Евгений рискнул выйти в море с небольшим количеством оборудования и наименьшим по весу Василием, Ра-1, Зоя-Зоя и Александром, Ра-3, Анна-Жук. Василий и Алексей должны были позвонить Евгению по спутниковому телефону. Как только успокоится море, после звонка Евгений должен был выйти за ними из имени. Предстояло сделать несколько снимков острова отдельной камень с точками материка, которая находится ближе всего к острову. Также сделать фотокоординаты этой точки. Эти материалы мы должны были отправить в ее документе. Недалеко от острова проходил морской путь судов. Прощай, остров отдельной камень и наш любимец Маржулик. Около 22 МСК позвонили Евгению о том, что можно за нами выходить. Катер Альфа-540 в реке Индиго недалеко от поселка Индиго. Индикский дом совсем рядом. Наша команда собралась в полном составе в родительском доме Малыгиных. Василий, Раадин, Зоя Зоя, Александр, Ратриан, Нажук. Рассказали о том, что в Индиго они пришли промокшие, как говорят, до нитки. До вылета в Архангельск у нас были сутки с хвостиком. Времени мы не теряли. Сохраняли логи и фотографии на свои флешки. Обменивались свежими впечатлениями о прошедшей экспедиции. Звонили своим знакомым и родственникам. Ну и, конечно, отдыхали. Наступило 30 июля. День вылета в Архангельск. Около 11 МСК приехал индийский Евгений. Сказал о том, что по традиции положена отходная. Поставил на стол флакон виски, положил апельсины и шоколад. И добавил, в магазин завезли новый товар. На этом отходная не закончилась. Пришлось еще два раза гонца засылать в магазин. Остановить отходную помог звонок из аэропорта. Нас там уже ждали. Быстро загрузили вещью в квадроцикл. Евгений уверенно проехал по подвездному мосту через ручей, направившись в сторону аэропорта. Быстро прошли регистрацию. Крепкое прощательное рукопожатие с Евгением. Ан-2 с другим бортовым номером, но с тем же экипажем и той же экспедиционной командой взмывает в небо. За крылом Ан-2 тундра с речками, озерами, болотами и не видно ни одного дерева. Ближе к Мезине начинают появляться на берегу рек более крупные поселки, квойные деревья. Снова промежуточная посадка в Мезине для дозаправки. Погода ясна и даже жарко. Олисей говорит о том, что очень хочет полетать за штурвалом самолета. А в кабине пилотов стоит противоугонный костыль. Через несколько минут Ан-2 будет в небе. Звонок Ивану у 1 Ольга Николая Дима и Сергею радио 1 Ольга Ольга, которые обещали встретить команду в аэропорту Васьково. Все идет по плану. Благополучное приземление и встреча в аэропорту. Затем поездка в полном составе на дачу Ивана у 1 Ольга Николая Дима. Дача замечательная, ухоженная. После первого визита на дачу в 2013 году она стала еще красивее. В голове не укладывается, когда Тимофеевич с супругой успевает все делать. Совсем недавно своими руками Иван Тимофеевич построил новенький гараж для автомобиля. На даче имеется мини-контест-позиция, оборудованная совместно с Павлом, радио Тамара 1, Ольга. Часть антеннного хозяйства видно на фотографии. Тимофеевич к нашему приезду истопил баню. Было настолько приятно попариться после двухнедельного экспедиционного экстрима, что передать словами это просто невозможно. Надо быть членом экспедиции. Баня от Тимофеевича у 1 Ольга Николая Дима. Спасибо тебе от всей команды. Тимофеевич начинал жарить мясо, Василий Арсием Аннанов продолжал и заканчивал процесс приготовления мяса. Затем был праздничный ужин с благодарственными тостами хозяину дачи и всем тем, кто помогал нашей экспедиции на Архангельской земле. Наступило 31 июля, день выезда и вылета из Архангельска по своим кютечам. Алексей РБ-3 «Щука» Николай Зоя, не дождавшись утра, ночью вылетел в Воронеж. Трое экспедиционеров и Иван УА-1 Ольга Николая Дима сделали очень важное дело. Съездили в офис компании «Транснау», лично познакомились с заместителем генерального директора компании Юрием Рябковым, оплатили перевозку контейнера с экспедиционным грузом, который сдали на транспортное судно накануне вылета из Индии. Затем Тимофеевич отвез Василия РБ-1 «Зоя-Зоя» Александра Ратрианна Жук на железнодорожный вокзал, крепкие рукопожатия и вплоть. До свидания, Архангельск! По приезду домой Василий Радиоанна-1 «Зоя-Зоя» отправил материалы в Йота-комитет, необходимые для подтверждения нашей активации Елена Ульяна-188. В дальнейшем Йота-комитет дополнительно запросил карту с нанесенным островом и обозначенным его названием. В течение 10 дней два Василия нашли соответствующую карту, ее скан был выслан в Йота-комитет, после чего активацию засчитали. При этом остров Большой Чаичи, именно так мы его называли во время проведения связи, поменял название на остров Отдельный Камень. Большое спасибо Юрию Зарубе, УА-9 Ольга Борис-Антон и Дмитрию Агнистому, Радиоанна-3, Дмитрий Елена Йот. За время проведения экспедиции Россия-Иван-1 Павел Тамара с острова Отдельный Камень Йота-ЕУ-188 проведено 13 600 радиосвязей за 126 часов с 23 по 28 июля 2015 года. В файле статистика по континентам и диапазонам мы с удовольствием отвечали всем зовущим станциям, даже радиолюбителям с экзотическими позывными наша экспедиция была интересна. КСЛ-карточки «Радио Иван-1 Павел Тамара» недавно получены из печати и стартовала директорская рассылка. Сайт экспедиции «Радио Иван-1 Павел Тамара» обновлен и главная страница имеет следующий вид. Экспедиция «Радио Иван-1 Павел Тамара» состоялась благодаря помощи и поддержке основных спонсоров экспедиции – компании «Синтек», компании «ИТО». Благодарим также всех, кто оказал помощь нашей экспедиции. «Радио Иван-1 Павел Тамара» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Еврова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok